Всем привет! Привет! Предлагаю такой формат. 20 минут у меня есть. 10 минут я подготовила несколько слайдов, а 10 минут вопросы и ответы. Годится? Хорошо. С чего хотелось бы начать? Вот вы знаете, тему создания и развития бизнеса мне захотелось начать с того направления, в котором, на мой взгляд, сегодня должны быть созданы основные инновации. С того направления, которое будет задавать тонн новых проектов в ближайшие 5 лет. Тренд, о котором я говорю, звучит очень просто. Простота. Субтитры создавал DimaTorzok Что в ближайшие 5 лет простота в технологиях, простота в процессах и простота в коммуникациях навсегда изменит то, как мы воспринимаем мир. Вот у нас есть такая уверенность, что именно те проекты, которые сегодня направлены на то, чтобы делать жизнь людей проще, выстрелят в ближайшие 5 лет. Что это основной тренд. И именно здесь будет создан Голубой океан или множество Голубых океанов. Можно маленький вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто читал стратегию Голубого океана Кимчана? Вы знакомы с этим термином, а кто в принципе знаком с термином Голубой океан? Окей, тогда маленькая дефиниция. Дефиниция, что такое Голубой океан? Это возможность сделать конкурентов неактуальными за счет предоставления клиентам особенной ценности. В чем фишка? Дать клиентам такой продукт или услугу, который не дает никто другой на вашем рынке или вообще создать новый рынок. Закрыть ту потребность клиентов, которую не может закрыть совершенно никто другой. На самом деле, совершенно бессознательно, тогда я не читала Голубой океан, да и в общем стартапы, было еще такое не очень популярное слово в 2002 году. Нам удалось совершенно случайно создать Голубой океан на CRM рынке Украины. Это был 2002 год. И потребность у бизнеса в CRM-системах уже была, а продукта не было. И вот так получилось, что мы вышли на рынок с этим продуктом и очень быстро у нас стали появляться клиенты. Почему? Именно потому, что для Украины это был самый настоящий Голубой океан. Таким образом, вы определили свой Голубой океан. Следующий шаг. Пишем идею. Ну, эту тему должны все абсолютно знать, что идея должна помещаться в три строчки, она должна быть записана на салфетке, и тогда эта идея имеет право на существование. Делаем бизнес-план, делаем прототип, делаем первую версию продукта. И вот тут главный вопрос. Где брать деньги? Какие есть идеи на эту тему? Где вообще можно брать деньги на развитие бизнеса? У папы, слышу еще. У кого нет папы, тем у инвесторов еще. Триев. Это что? Family, friends and fools. Окей. Еще? Клиентов. Я услышала еще у клиентов. Смотрите. Мне кажется, что глобально пути два. Либо это инвесторы, и папы я отношу к инвесторам, либо это клиенты. Вы начинаете развивать бизнес, у вас появляются клиенты, и всю прибыль вы начинаете реинвестировать обратно в бизнес. Таким образом, вот опять возвращаясь в 2002 год, именно так у нас получилось. Мы создали первую версию продукта, мы пошли к первым клиентам, мы начали предлагать этот продукт, появились первые клиенты, и у нас просто не было времени ходить по пичам, делать пичи для инвесторов. Вы знаете, что для того, чтобы получить инвестиции, Денис очень детально может это рассказывать, иногда нужно сделать сотни пичей для того, чтобы найти инвестора. Мы решили, что нам нет смысла тратить время на пичи, нам лучше тратить время на наших клиентов, инвестировать свое время в то, чтобы давать продукт клиентам и получать от этих клиентов фидбэк. Как мы это делали? Предприниматель ванмен армии, но гораздо проще, когда это тумен армии. Один бизнес-идеолог, один коммерсант, а второй технарь. Ну, по сути, если мы посмотрим на наши, на все сексес-стори последних десятилетий, именно так это и получалось. Один человек – это маркетинг, это продажи, это секретарь, это курьер, это документирование, это тестирование и так далее, а второй человек – это программирование, это все, что касается технологий. Вот и получается бизнес на два человека. Можно стартовать и можно начинать развивать свою компанию мечты. Вот у меня этот слайд, но нужно было написать такой слайд, как подсказали мне с первого ряда. 3F, Friends, Family and Fools. Я хотела рассказать о том, что продажи через интернет это очень здорово, но ни у меня, ни у моих знакомых не было такой истории, что они создали продукт и у них сразу же начали появляться клиенты через интернет. Все равно первые клиенты появляются среди ваших знакомых, среди ваших друзей, среди ваших родственников. Все равно у вас должны появиться первые клиенты, которым вы поставите свой продукт либо свою услугу бесплатно, вы начнете получать от них фидбэк, вы начнете усовершенствовать свой продукт, свое решение. Мантра. Продукт должен продавать себя сам. Я последние 11 лет только и занимаюсь тем, что стараюсь создать продукт, который будет продавать себя сам. но вот давайте так скажу вам. 5 тысяч клиентов предприятий используют наш софт. И во многих этих предприятиях я побывала вот за эти 11 лет. Не знаю я предприятий, у которых за продуктом сзади не стоит отдел продаж и отдел маркетинга. Все равно продукт нужно продавать. Все равно классическую воронку продаж, классические конверсии, 50 клиентов на входе, одна сделка на выходе, никто не отменял. Самые-самые продвинутые технологические компании мира имеют огромные отделы продаж. Сотни человек, тысячи человек. И это я говорю к такому небольшому заблуждению, которое слышу от предпринимателей, о том, что мы создадим продукт, и он будет продвигаться сам. Посмотрите на самые успешные истории на Facebook, посмотрите на Jobs, посмотрите на Google. Это огромные армии продавцов, которые стоят за этим продуктом. Визионерство. Еще одна мантра. Предприниматель должен быть визионером. Предприниматель должен понимать, куда движется индустрия на 5-10 лет вперед, и что захотят пользователи от его продукта или от его сервиса через 10 лет. Безусловно. Гении типа Джобса, типа Гейтса наверняка действовали именно таким образом. Простые люди, ну не совсем, скажем так, вы создали продукт, у вас начали появляться клиенты, вам нужно развивать этот продукт, а если у вас еще нету визии того, каким должен быть этот продукт через 10 лет, что делать, за счет чего, как определять способ развития продукта, скажите, какие есть мысли по этому поводу. Фидбэк. Фидбэк от клиентов. Называется это дело путь активного слушания. Мы шли именно по этому пути. Вот все эти годы мы развивали продукт, очень внимательно слушая наших клиентов. Мы слушали наших клиентов, мы понимали, что им нужно, и инвестируя всю нашу прибыль в R&D, в развитие продукта, мы делали то, что нужно нашим клиентам. Только через несколько лет спустя, вот в самом начале, у нас появилось видение, может быть, где-то в 2007 году, у нас появилось видение, как должна выглядеть CRM-система в 2017 году. Уже попозже, ближе к 2010-му, нас начали называть трендсеттерами, но это было уже через 10 лет. Вначале мы просто очень-очень внимательно слушали своих клиентов. И мне кажется, это самый правильный и простой путь. К теме. Как создать и развить бизнес без инвестиций и нужны ли инвестиции? Я могу сказать совершенно точно следующую вещь. Инвестиции – это не чаша Грааля. Инвестиции – это не тот инструмент, благодаря которому ваша идея выстрелит и бизнес, который вы создаете, станет успешным. Сто процентов. Инвестиции – это возможный инструмент, но совершенно точно инвестиции нельзя назвать обязательным инструментом. Даже вот так я скажу, я бы рекомендовала первые годы стартовать точно без инвестиций. Вот первые годы стартовать точно без инвестиций. Вам нужно, как мне кажется, почувствовать ответственность за то, что за спиной пять, пятьдесят, пятьсот, пять тысяч сотрудников, которым нужно вовремя выплачивать зарплату, обеспечивать их хорошей работой и так далее. А впереди перед вами клиенты. Вначале их пять, потом их десять, потом их сто, потом их тысячи. И такая же ответственность перед клиентами. И вот на мотиве такой совершенно фантастической ответственности, когда ты понимаешь, что у тебя в принципе нет выхода, у тебя нет инвесторов, у тебя нет богатого папы, у тебя есть ответственность перед огромным пулом людей, и тебе нужно давать супер продукт и супер сервис своим клиентам и давать очень хороший уровень жизни своим сотрудникам. Вот на такой ответственности можно строить бизнес. Вот мне кажется, когда мотивом является такая сумасшедшая ответственность перед обществом, становится намного проще и уже не имеет большого значения, есть у вас инвестиции или нет. Все равно в основе должна быть идея, должна быть страсть и должна быть такая сумасшедшая ответственность. Когда инвестиции очень хороши, когда вам нужно ускорить бизнес, когда вам нужно придать ускорение бизнесу, когда вам нужно сделать сделку слияния-поглощения, когда вам нужно инвестировать в новые рынки, вот тогда инвестиции незаменимы. Но это уже следующие этапы бизнеса, это уже после того, как бизнес стал на ноги, после того, как вы получили имя и после того, как бизнес стал успешным. Есть такая Вторая фраза у авантюриста перестроечных лет Бориса Березовского, ну вот очень она мне понравилась, я вот в заключении спича хотела бы ее сказать. Все в этой жизни строится на вере и воле. Вот мне кажется, что если нет такой совершенно фанатичной веры в свою идею, в свой голубой океан, и если нету такой же фанатичной воли к реализации этой идеи, в общем-то никакие инвестиции не помогут, они в принципе не нужны. Ну вот, наверное, как-то так. Предлагаю перейти к вопросовым ответам, вопросы-ответов кулуары. Спасибо вам большое, спасибо за ваше терпение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!